всем привет сегодня мы рассмотрим функции с переменным числом параметров в языке си и так что вы увидите в этом видео в этом видео мы напишем вот такую пример вот такой функции простенькая в которой функция которой переменные количество параметров это раз потом посмотрим на примерную реализацию функции printf стандартная то есть это примерная реализация вот так как printf scanf мы знаем принимает переменное количество числа параметров это два и третий пример третий пример у нас то есть чуть-чуть немного извращений вот чего извращений потому что вот дан то что я здесь сделаю можно было бы сделать и по-другому но в качестве примера и в качестве обучения вполне допустимо хотя где-то возможно это тоже будет нормальной вот таким вот образом использовать функции с переменным числом параметров вот и также вы узнаете вкратце что можно делать а что нельзя поэтому если вам интересно то не переключайтесь и смотрите желательно все видео внимательно я стараюсь постараюсь это не затягивать вот поэтому поэтому приступим начинаем итак функции с переменным числом параметров что это такое вы уже работали с функциями давайте с функцией printf функции printf так функции printf мы знаем принимают переменное число параметров обязательно первый параметр то есть формат мы указываем строку вывести число вывести какое-то просто текст и дальше через запятую мы указываем эти собственно говоря аргументы уже на данный момент вот ну давайте давайте посмотрим на первый пример что нам нужно делать сделать для начала для начала функция должна принимать точнее прототип функции должен состоять как минимум из одного параметра в котором будет указано либо количество этих следующих там аргументов либо строка форматирования либо еще что-то либо еще что-то вот соответственно как минимум один параметр четкий должен быть то есть вот так вот делать нельзя будет вот такое не работает далее что еще не работает не работает если мы в средине хотим указать переменное количество число int а к примеру потом вот так вот и потом вот так вот int b потому что в данном случае не только компилятору но и вам довольно таки сложно будет разобраться а сколько что тут на самом-то деле и где начинается данные вот этого аргумента или параметра вот поэтому вот так вот делать тоже нельзя то есть у нас вот эти трое . идут самыми последними вот то есть можно это сделать вот вот так вот b а дальше указать это переменное число аргументов вот или параметра то есть потому что вот здесь они называются параметрами но когда мы передаем их вот данном случае функцию вызываем и что-то передаем это уже аргументы это мы знаем и это хорошо вот то есть соответственно синтаксисом мы узнали и узнали что делать нельзя давайте я вот здесь и напишу что это дело что же делать нельзя то есть я напишу прототип f и int а дальше 3 точек и и int b error и и и вот вот так вот сделаем когда просто трое . это тоже ошибка есть теперь же давайте рассмотрим непосредственно пример вот такой первый пример первом примере я передаю первым аргументом количество наших вот этих следующих аргументов вот и для работы обязательно нужно нам что нам нужно нам нужно воспользоваться вот такими вот макросами эти макросы определены в std arc h вот эти макросы нам позволяют корректно брать параметры то есть аргументы которые вот вот здесь вот что делает эта функция эта функция просто выводит значение на терминал или консоль так вот вот это обязательно в а лист в а лист это мы описываем переменную которая будет по очереди указывать на каждый из аргументов то есть вот это vl она будет указывать на каждый из аргументов вот дальше в а старт в а старт это инициализирует вот это вот переменную то есть указателем на следующий за вот этим параметром на следующие данные да то есть нам вот это не нужно соответственно в а старт инициализирует то что находится уже вот здесь вот и мы указываем для этого макроса сколько же на самом деле у нас там этих собственно говоря аргументов дальше дальше мы по классике запускаем цикл и в этом цикле мы пробегаемся по пытаемся извлечь все три но в данном случае даже не все три а все аккаунт аргументы вот так вот в а арк что такое в а арк он на каждом своем вызове выдает очередной аргумент то есть как бы перемещает то есть на данном случае при инициализации в л указывает на самый первый аргумент в данном случае будет на единичку вот вот здесь мы получим эту единичку в а арк и он переместит указатель то есть изменит в л а адресочек в аль на вот это вот значение то есть вот данном случае в а арк мы получаем следующее значение вот получаем и указываем какого типа это значение потому что ему нужно его привести потому что мы не знаем какой там тип и нам нужно четко указать в этом случае мы это знаем что это у нас интеджер вот после того как мы это все выполним нам нужно обязательно вызвать макрос ва-энд и передать туда вот этот указатель на наши элементы вот то есть это нужно делать обязательно соответственно если вы будете работать вот вот так вот никаких проблем у вас быть не должно вот и давайте давайте запустим и посмотрим чего у нас получится а получится у нас но ничего неожиданного не получится так запустили выполняем переведу терминал сюда и как мы видим 1 2 3 вывелась все отлично соответственно можно ну для примера давайте еще поставим 5 и тут будет 1 2 3 4 5 и запустим еще раз для вот ну это примеры запустились из следующих как бы следующие два примера но в данном случае наш первый пример все хорошо работает есть теперь давайте посмотрим на примерную реализацию функции printf стандартной библиотечной функции printf стандартная библиотечная функция printf первым аргументом принимает что формат то есть мы указываем так давайте где у нас от example b мы указываем какие же данные каких типов идут у нас после запятой после этого формата и вот здесь мы указали что будет там целочисленное значение с плавающей точкой строковая и вот опять целочисленное но разные вот у нас эти теперь смотрим все точно так же вот мы инициализируем перемены вот мы стартуем то есть вот указатели инициализируем вызываем макрос вот который как бы но в данном случае смотрите в а старт он вычисляет размер вот этого типа и вот этого л указывает как бы на следующий на следующие данные вот на вот эти точно так же и здесь как бы в а старт вычисляет где же находятся данные то есть непосредственно наши аргументы вот вычислил а дальше мы просто бежим по нашей строке и что мы делаем мы просто проверяем если же есть у нас указание в форматировании что это что дальше идет какой-то аргумент вот то мы разбираем какой-то аргумент то есть я детально это не буду разжевывать я думаю вы разберетесь тем более исходный код этого всего будет на гитхабе вот вот так мы пробегаем по каждому из возможных типов пробегаем пробегаем выводим все что нам нужно но есть эта строка то мы по символе на бежим и выводим и в конце обязательно очищает вот ну и в этом примере что примечательного даже не примечательно а просто я передал туда то чего у нас нет данном случае у нас процент и не обрабатывается и значение 200 ну вот соответственно то что у нас не обрабатывается у нас попадает дефолт и в и и и и на экране терминала мы увидим давайте сравним 11 есть 12 12 есть hello есть и просто и вот потому что он мы это не обрабатываем но просто вводим вот здесь можно было бы просто написать некорректный там аргумент или еще чего-нибудь вот есть это такая примерная реализация нашего printf а ну и пример 3 пример 3 как я сказал немного такой и извращение возможно извращение примере 3 мы просто создали перечисление у нас из юнит и дата то есть два типа можно конечно же дополнить и вот эти два типа с юнит жизни броня и какие-то данные value a b c и мы создали функцию которая принимает массив вот этих вот массив который содержит какие же данные у нас там идут вот как мы используем вот мы создаем массив мы указан первые это юнит данные юнит идут вторые данные дата и and вот передаем сюда этот массив ну а дальше непосредственно такие данные через запятую соответственно наша функция она просто пробегает по массиву до тех пор пока не встретит and вот это обязательно нам в конце массива надо поставить and и если она видит что это юнит то вот приводится то есть берутся данные приводится и печатается информация по юниту если же это дата то по дате вот это выводим мы на экран соответственно можно аналогичным образом к примеру написать функцию которая будет просто записывать данные файл и функция с переменным числом параметров конечно же это не совсем хорошо но но для в качестве обучения почему бы и нет вот но если же мы изменим а давайте же запустим и посмотрим на результат результат все будет у нас нормально у нас вот юнит все верно двести сто и знать дата один два три конечно же вы можете ошибиться и об этом вам не компилятор никто не скажет и сделать вот так вот поменять попутать местами и если мы запустим кто мы увидим что дата привелась к чему к типу с юнит и вывелась 2 и 1 а почему 2 и 1 потому что у нас мы выводим сначала что armor health то есть у нас дата как она разложилась в health ушло 1 в armor 2 вот а здесь же мы вводим сначала armor и health поэтому мы и получили сначала двоечку и единичку а потом потом у нас произошло преобразование юнита в дату в которой находилась находилась вот такой осталось там еще число 3 0 и 100 ну короче я думаю с этим вы сможете разобраться если вы смотрели все мои предыдущие видео то как это объекты структур располагается в памяти в об этом тоже есть то есть это не сложно вот если же вы следили за всеми моими выпусками здесь разжевывать не буду чтобы не отнимать у вас время вот вот мы и рассмотрели три таких примера поэтому как бы функции с переменным числом параметров это не такая сложная вещь нужно просто делать это аккуратно внимательно чтобы не получилось так что вы пытаетесь обработать те данные которые не те на самом то деле да то есть нужно соблюдать порядок где у нас тут вот в данном случае порядок нужно внимательно написать это все соблюсти порядок и тогда все у нас будет хорошо ну по аналогии с printf миска него все то же самое нужно обязательно соблюдать порядок и количество после запятой этих переменных так так ну а для закрепления разберите этот код напишите какие-то свои функции и кроме всего прочего есть еще такой макрос то есть это для закрепления разберите сами в а копе вот есть что такой макрос который здесь я не разобрал то есть почитайте справку и разберите что это такое это для закрепления обязательно и придумайте примеры для работы вот с вот этим в а копе поэтому все всем спасибо за внимание делимся комментируем лайкаем конечно же и обязательно вот всем пока и